Что другое среди женских половых органов мы можем увидеть при исследовании? Мы можем увидеть влагалище. Интересно, что, безусловно, влагалище лучше всего видно при трансабдоминальном исследовании. Но несмотря на то, что при трансвагинальном исследовании во влагалище вводится датчик, мы иногда все равно влагалище видим при определенных позициях. И поэтому я сейчас изображу здесь своды влагалища. И вот таким образом просто, чтобы нам понимать, как происходит переход области внутреннего зева внутреннего зева и наружного зева. Наружный зев мы, как правило, не видим на УЗИ при трансвагинальном исследовании. Как правило, иногда попадается. Почему? Потому что, ну, если мы датчик вплотную подводим, то тогда тут уже затруднено это от близкого расстояния. А если датчик удается развернуть почти под углом 90 градусов шейки, это зависит прежде всего от положения матки. Вот тогда наружный зев может быть хорошо виден. И у шейки матки мы с этой точки зрения всякого рода структурные элементы потом можем разбить на эти три части область эндоцервикса, вот между этими двумя горизонтальными линиями. Область эктоцервикса. Эктоцервикса. И та часть, которая кнаружи, вот здесь, она будет называться... Цвет поменять, наверное, опять надо. Допустим, возьму коричневый стром. Что касается этих всяких патологических изменений, которые мы там увидим, мы их так и привязываем. Если увидели здесь, то мы пишем, что это в области эндоцервикса. Чаще всего это кисть касается, да, которая всегда есть. Но если какие-то, не дай бог, другие образования, мы должны указать, мы видим в эндоцервиксе, в эктоцервиксе или в строме. Ну, будем считать, что с нормальной маткой мы так более-менее закончили. Теперь, что касается яичников. Я опять беру черный цвет и нарисую два яичника. Например, один так. Другой так. Вот второй яичник, который у меня не полностью поместился. Я не буду сдвигать изображение. Так тоже иногда бывает, да, вот он не совсем по размерам совпадает, идентичен с противоположным, да. То в таком случае, вот скажем, что правый яичник, он правильно изображен, да, а левый яичник, он не изображен, располагается, да. Левый яичник тоже правильно, но он просто более горизонтально располагается. На самом деле, у яичников там сверху, мы этого никогда не увидим, там есть такая связка, которая должна его поддерживать в вертикальном положении. Но на самом деле, если у женщин у каждой трети локоть при разгибании вперед обращается, да, то это говорит о том, что соединительная ткань при проявлениях легкой или такой выраженной степени дисплазии очень часто растягивается, да, и поэтому реально держаться в, допустим, строго вертикальном положении это не всегда является вот таким обязательным требованием, ну, условно нормального состояния. И достаточно часто в этой связи мы можем увидеть, я вот не то чтобы третий яичник рисую, а просто показываю, что вот может быть здесь, сзади, да. Это достаточно распространенная ситуация, нам надо в таком случае его искать. Одна из основных проблем при работе с трансвагинальным датчиком не заблудиться, где право, где лево. Мы уже сказали, что основной критерий положения большого пальца, мы большой палец располагаем на специальной ложбинке рукоятки датчика, да, и расположение маркера аппаратного, экранного, должно быть, как всегда, везде, вот, в левой верхней части экрана. И в таком случае мы, выводя в поперечное сечение, свой большой палец как бы совмещаем с этим маркером экрана. Теперь вопрос. Как мы ищем сами яичники? Мы увидели матку, тут не промахнешься, да, матку видно всегда. А дальше смещаем датчик за пределы правого ребра матки или правой боковой стенки и ищем вот здесь правый яичник или смещаем за левую боковую стенку и ищем здесь левый яичник. То есть принцип поиска сводится к тому, чтобы переместить место поиска на участок, где боковая стенка закончилась. Либо чуть выше, либо чуть ниже. Надо конкретно искать, выискивать, да, и в качестве ориентиров нам зачастую помогают два сосуда. Наружные подвздошные артерии и вены. Наружные, не внутренние. Хочу напомнить, что границы между большим и малым тазом, ну, если смотреть просто на таз, там является так называемой пограничной линией, линией терминализ, да, но прямо по ней идут вот эти наружные подвздошные артерии и вена. И если мы даже смотрим просто в B-режиме без включения ЦДК, мы часто эти два сосуда здесь рядом расположенных видим. Ну, я пытался, чтобы оба изображения не повредить. Часто они бывают сходного диаметра. И просто если мы их глазом развлечили, они являются для нас таким ориентиром, рядом с чем начинать поиск яичника. В другой ситуации они могут попасть в сечение в виде двух таких просто кругляшков, да, и опять рядом с ними будем осуществлять поиск яичника. Теперь, как яичник опознать? В репродуктивном периоде это относительно просто по фолликулам. А вот в менопаузе это трудно. И поэтому, хотя существуют такие мнения, что, дескать, если глаз набит, то вот можно всегда увидеть. Мое мнение, что нет, абсолютно нет. Если менопауза наступила давно, то фолликулов нет. А если нет фолликулов, то нет доказательства, что это яичник. У девочек в предпубертатном периоде там мелкие фолликулы все равно видны. Их можно глазом различить. А в менопаузе мы можем ничего не заметить. Значит, если про репродуктивный период речь идет, то раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я вот сейчас нарисовал, ну, восемь фолликулов. Видите, из них семь одинакового размера, а восьмой больше. Я нарисовал то, что в норме часто встречается в репродуктивном периоде. Полагается, ну, предпочтительно смотреть на пятый, седьмой день менструального цикла, желательно там где-то до одиннадцатого. И в это время должен быть фолликул доминантный. Значит, вот этот, который покрупнее, это доминантный фолликул. Вот это ВТ. ВТ. Это не вторник, а вторичные фолликулы. Вторичные фолликулы, они имеют одинаковый диаметр. Какой? Вторичные фолликулы. Они 6-8 миллиметров. Если он не 8 миллиметров, а 9, ну, наверное, может быть, да? А если он 11, то это не вторичный фолликул. Он уже подвергается стимуляции за счет гормонов гипофиза к росту. И он становится третичным. В норме должен быть один третичный фолликул доминантный. А не в норме бывает больше их количества. И то, что я здесь нарисовал, показывает, что вторичные фолликулы располагаются по периферии. А этот доминантный, где будет, куда ему удобнее расти, туда и будет в центр, так в центр за пределы какого-то полюса начинает выступать. Так тоже может быть. Но главное, что в идеале вторичные фолликулы должны быть в периферическом окаймлении. Количество должно быть их меньше десяти штук в срезе. Вот мы каждый раз, когда заморозили, запрошили, даже если не заморозили, если мы смотрим просто в состоянии онлайн, скажем, мы сейчас в реальном времени, не замораживая, чуть-чуть развернули, в следующий раз развернули у нас количество в одном срезе, любом, должно не превышать 10 штук. А в целом яичники, да, то есть вот вы захотели много-много-много раз посчитать, там пришла к вам пациентка с бесплодием, да, и выясняете там сколько их. их должно быть в норме меньше 12 штук на один яичник, да. Что если их больше? Тогда мы говорим, что это уже какие-то отклонения от нормы. Это либо мультифоликулярные яичники, да, когда их количество превышает, либо это поликистозные яичники и градация между мультифоликулярными и поликистозными она связана с объемом яичника. Нормальный объем яичника у женщины репродуктивного периода меньше 8 сантиметров кубических. А если будет превышать 8 сантиметров, если мы намерили 10, 12, то тогда это будет уже не мультифоликулярный яичник, а поликистозный. То есть разница между мультифоликулярным и поликистозным обусловлена объемом. Безусловно, вы где-то столкнетесь сегодня с величиной больше, чем 8 сантиметров кубических. В каких-то источниках вы прочитаете, что до 10, а в некоторых даже до 12. Но это, знаете, напоминает тоже, что вот если по лабораторной диагностике книжки посмотреть, 60-х годов, 70-х годов, то мы, например, увидим количество активных сперматозоидов в эвакуляте гораздо выше в 60-х годах, чем сейчас. Почему? Потому что фертильность падает и у женского населения, мужского. То есть этот рост свыше 8 сантиметров кубических, он просто отражает, ну как это называть, секулярный тренд, вековую тенденцию, но это не норма, это просто отражение среднестатистических показателей в целом в популяции. Но если количество фолликулов растет и объем яичника растет, значит нет адекватной овуляции, нет разрыва в середину цикла и соответственно яйцеклетка не может выходить в маточную трубу. Вот мы сейчас с вами обговорили основные критерии связанные с яичниками. Продолжение следует...